всем привет я совершаю велопрогулку заехал на какие-то бывшие колхозные уделия кругом только начинает расти борщевичок вместо допустим капусты сена здесь прямо открытый амбарчик только что сейчас через дорогу пробежала крыса вот захожу в амбарчик господи какое большое помещение пустое крыша с дырами никого нет сейчас я поисследую эту территорию посмотрим как развиваются наши колхозы передо мной какое-то сено хранилище видать бывшие хотя он еще есть стога какие-то какой давности не знаю птички поют большевик растет и чудесный закат рядом с деревянным хранилищем уже такое на бетонных сваях кругом сена того гляди сейчас из-за стога вылезет корова так ладно еще я дальше поисследую территорию извините я люблю не только по прекрасным местам гулять но и по таким сейчас загляну вот сюда там какой-то домик такой большой я приехал к домику который вам указывал здесь такая асфальтированная площадочка никого нет только я и птички какая-то будочка такая для сторожа видимо что ли кому нужна сарайка на дачу вот можно на кране увезти опять же какое-нибудь сено хранилище с крышей шифер уже развалился здесь тоже самое сейчас заглянем посмотрим что это за строение я люблю посещать такие дикие заброшенные места видать где-то в душу я сталкер что у нас здесь так стоит не туда заходить или нет ладно леску в жизни потому что крыша видите вся в дырах может обвалиться что здесь было не могу вам сказать какие-то площадочки все это бывшая колхозная связано конечно с сельским хозяйством так я вылезаю там какая-то бочечка на тут металла смотрите металлоискатели с болгарочкой ну явлен как только вы начнете все это пилить тут же появится хозяева территории так сейчас мы здесь поладим видимо здесь был какой-то зерноток зерно сыпалась как видим мы механизмы живеют крыша месяц виден так идут с риском для жизни обычно в таких местах происходят финалы каких-нибудь крутых фильмов где дерутся главные герои где мой враг ребята мне не с кем разыграть перед вами финал такой здесь асфальтик есть какое-то строение с окошечками сейчас мы заглянем какой-нибудь окошечко темнота я руку проснул снимаю для вас тоже видимо какой-нибудь зернохранилище видите я не толхозник поэтому не могу сказать что это были за строение захожу с тыльной стороны в это здание здесь открыта дверь видны следы недавно человеческой деятельности канистры ребята опять захожу куда-то хопа кругом канистры что здесь было спиртзавод ангар какой-то довольно таки тепло какая-то система лебедочная возможно провода возможно подключить наверно электричество так дальше не пойду это смертельно опасно выхожу бочка есть тоже что-то такое для воды так и сейчас я схожу повыше набираюсь по такой горочки к этому строению здесь я только что был посмотрим сверху так да ребята видимо сюда сбрасывалось зерно как эти баки называются пишите здесь была линия какой-то не какой-нибудь конвейер система там еще такие баки так но там внизу я ходил только что все разваливается вот так развалилась наша велика страна с могучей экономикой прекрасный закат так сейчас я еще чуть по исследую здесь сталкерская прогулка продолжается я уже с другой стороны этого строения здесь тоже такой пригорочек идет здесь все заросло там там была асфальтовая дорожка здесь мы как видим все в борщевике с той стороны я был вам показывал эти баки а вот и домик я думал здесь что здесь какая-нибудь бывшая контора здесь какой-то видимо бак такой большой а это хранилище видать ангар где я начал съемку где бегала крыса так ребята я сейчас еще вот здесь полазит к какие-то пригорки посмотрим что за пригорки вот на такую высоту вырастает борщевик вот сорнили меня я метр восемьдесят и где борщевик я рукой не могу достать какая высота заросли бамбука он легко ломается так бедная россия бедные колхозы зарастают борщевиком вах 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 я иду к этим холмиком там внутри как будто что-то есть яма посмотрим больно мне любопытно здесь скоро вырастет тот самый борщевик пока он маленький надеюсь что я клещей не поймаю упаси меня боже также пишите интересны ли вам такие мои сталкерские прогулки мне конечно они интересны что у нас здесь прямо прямо как сказать дрова борщевика какие-то бывшие шины так как бы не пройти нет здесь надеюсь никакой ямы не провалиться бы и не остаться навеки в колхозе имени петровича ну ничего здесь интересного что здесь было побед по бокам какие-то бетонные стены бетонные плиты может тоже что-то сгружалась хранилась вот такая вот история картина маслом отъехал чуть подальше кругом остатки колхоза я назову его петровича имени петровича здесь какое-то такое круглое здание почему-то вспомнил стихотворение башлачева в отдаленном совхозе победа был потрепанный старенький зил а при нем был степан грибоедов и на зилен воду возил он справлялся с работой отлично был по обыкновению пьян словом был человеком обычным водовоз грибоедов степан ну и так далее я попал как будто в какой-то апокалипсис кругом руины такой потрепанный флаг россии такое ощущение что сейчас выйдет человек в противогазе как будто все после ядерной бомбежки обнаружил такое здание открытое заходи кто хочешь мешки с чем-то кругом мухи крыса крыса он бежит ребята надо уносить ноги здесь видимо что-то хранится недалеко фермы и видимо здесь что-то для этих ферм там вот те бывшие сено хранилища кругом мусор бардак апокалипсис я в самом центре разрухи меня окружают такие разрушенные здания зерно хранилища сено хранилища зернотоки вокруг меня летают какие-то мушки чаечка чудный закат на горизонте вот такой он колхоз имени Петровича бывший это вид сбоку на эти руины еду по такой сельской дорожке я бы назвал ее по типичной российской дорожке береза а справа поле поле вдалеке видны трубы тепловой электростанции Костромы и закатище такой был сегодня у меня сельский роман выехал на дорожку к дому спасибо что сегодня вы со мной покатались погуляли полазили по этим руинам по бывшему колхозу имени Петровича а я еду в поле друзья спасибо всем удачи по жизни и до свидания до свидания пока пока все будет у нас хорошо да и что нибудь до свидания до свидания